Породы собак. Английский мастих. Английский мастих или просто мастих более известен как большой муч. Старинная английская порода, долгообразный собак, крупнейший в ДОХ Европы, самый большой из мастихов. Внешний вид. Общий вид. Крупная, сильная, пропорционально сложенная собака. Голова объемного голова. Производит впечатление массивности. Ширина головы относится к ее длине как к 2 к 3. Корпус широкий, крепкий, длинный и глубокий. Сложение атлетичное. Конически прямые и крепкие. Мускулатура элевна. Тело большое с большой глубиной и широтой, особенно между передними ногами, в результате чего они должны быть широко расставлены. Длина тела взята из точки плеча до седалищного круга больше, чем высота в голову. Стандартная высота для этой породы составляет 76 см в плече для мужчин и 70 см минимум на плече у самок. Типичный самец может весить до 68-30 кг. Типичный самец может весить 54-91 кг. Очень крупные собаки, особи достигают 130 кг или более. Шерсть короткая, не обистанченная, на шее и спине лопатки. Покрас оленей, абрикосовый, серебристый оленей, темный оленей, тигровый, полевый. Черная маска на морге. Глова широкая между ушами в черепной части. Лоб плоский, ярко выражены кожные складки. Еще больше выделяющие, когда собака напряжена. Глаза небольшие, широко расставлены. На расстоянии не менее удвоенной длины глаза. Между глазами хорошо выражен выступ черепа. Уши небольшие, тонкие, высоко и широко поставлены. Зрительно расширяется череп, когда собака спокойно, уши лежат на щеках. Зубы прикус, клещи или перекус. Если нижние зубы не выделяются при закрытой пасте. Зубы белые, крепкие, мощные клыки. Шея умеренной длины, немного выгнутая, мускулатурная. Окружность шеи меньше окружности черепа. Измеренно перед ушами, от курс половины до пяти сантиметров. Хвост, достав хвоста, умеренно высокий. Хвост толстый, сужающийся к концу, достигает скакательных суставов. В возбужденном расстоянии собака поднимает хвост не выше уровня спины. Лапы крупные, а круглые пальцы изогнуты сводистые. Глазы черные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова